приветствую всех на канале сегодня у нас игра пучина и гайд по лисе якули но перед тем как начать хотелось бы сделать небольшое вступление по поводу открытия сундуков открытие сундуков буду делать примерно за 7 или 5 дней до окончания и винта хочу взять опять же перерыв чтобы отдохнуть немного от игры а то уже начинает пригорать потому что очень много новичков попадаются которые совершенно ничего не видят золото не собирают и в итоге испорченное настроение вот такие вот новости у меня короткие что же давайте тогда начинать за кадром вещает вузи как обычно присаживайтесь поудобнее и мы начинаем и так с чего же начать начнем с того что поменяем вкладки на рекомендованное как у меня со всех валют на рекомендованных здесь мы видим что у нас нету такого пассивного умения как ускорение значит атакула будет передвигаться рывками на левую клавишу мыши но можете и на правую добираться до водолазов здесь мы пока что ничего не трогаем давайте напишем привет раз уж с нами здороваются вот здесь мы пока что ничего не трогать и так как около у нас очень резвая и быстрая наша задача самом начале после оценки вооружение водолазов добраться первыми до них так как они сейчас будут от клетки до точки добираться собирать золото и будут отвлечены и наиболее уязвимы на этой карте мы навряд ли сможем это реализовать но мы сможем зайти довольно быстро в их укрытие и съесть хотя бы одного водолаза пока они отвлечены на сбор золота а мы может быть даже и в спину сможем зайти да мы в спину сможем зайти вот мы хватаем одного водолаза они были отвлечены вооружение я не оценил я допустил ошибку но ничего страшного мы сразу же прокачиваем удар хвостом уровень 2 на данном этапе нам этот хвост даст то что мы сможем попросту быстрее разрывать водолазов убивать здесь можно зачистить но это уже особенности карты так теперь у нас позиция мы видим сразу что там стоит ппт и два водолаза рядом постоянно трутся мы можем сделать на них выпад подождем пока не собьются в кучу покучнее немножко наша задача прыгать в толпу я промазал потому что ударился в стену такое бывает ничего страшного начинаем заново почему кстати я говорю именно осматриваются и считать водолазов по той простой причине что у водолазов есть такая функция как риснуться в клетке и они вам попросту могут зайти в спину и для вас будет это удивлением когда вас будут убивать в спину резаясь вон там он в клетке вы стоите здесь и вас убивают спину попросту напугаем немного водолазов давайте мы тоже им зайдем нет не зайдем нас тут чекают сожалению будем вон там вижу вкусную цель целых два водолаза ждем если мака не напугает вот мы сделали выпад убили одного водолаза сейчас должен быть выход мака на мака как-то плохо себя повел в этой ситуации мы пока что проигрываем но ничего страшного водолазов ждем пока они будут сбиваться хотя сейчас удобный момент нападать вот один у нас видите отошел мы его быстренько съели так как акула хриппенькая желательно съесть еще кого-нибудь из животных морских чтобы пополнить свое здоровье здесь я уже на спринте выхожу хватаюсь водолаза и и выхожу из боя хотя надо было выйти из боя я думал что я его сейчас схвачу хотя без хвоста пока хвост был в кд это плохая идея прокачиваем удар хвостом 3 уровня и следующий мы будем качать телообразные зубы это нам упростить немного задачу так один водолаз сверху второй сверху мы можем схватить вот эту да мы промазали нас поймали в сеть но мы нанесли урон урон мы нанесли пока что мы ведем ошибки бывают ошибки будут везде так как мы люди не роботы все таки водолаза выбрали такой путь как висеть сверху данном случае тогда мы подождем их здесь и попытаемся уйти мы съели спокойно водолаза поймали кровоток до ушли зато за скалы и сейчас можем отъесться водолазы все там сборе постоянно вижу пока что только троих осматриваюсь не вижу больше никого мака пыталась выйти на обстрел точнее на атаку ничего страшного мы за нее отомстили пока что мы уже проигрываем ничего мы берем телообразные зубы в данном случае смотрим водолаза вот двое вечно трутся ищите возле стюли возле точки где добывает где они вскрывают сундук какие-нибудь у нас вот типа вот таких вот сверху они всегда будут обязательно попытаемся выйти сейчас нет не получилось я опять же промазал но мы ведь не 7 да у нас получается надо посмотреть лазы всегда будут вот эти вот которые надо будет ломать возле стюли мы видим да водолаз поставил ппт который нас довольно быстро убьет нас контролят будем ждать пока наш союзник там что нибудь сделает пошуметь например все водолаз отвлекся не залетаем но никого не убиваем но зато у нас есть кровоток мы уничтожили ппт одного водолаза следующем мы будем прокачивать острые плавники так что готовим водолаза уже уходят на следующую точку поэтому пойдем их встречать здесь немного побьем вот висит один водолаз он уходит мы как-то плоховато играем если честно наш хвост кстати могут сейчас спалить потому что у нас хвост километровый и скорее всего водолаз это сделал но я не уверен вот мы видим водолаза попытаемся сейчас выйти из боя что у нас и получается мака хорошо его пометил мак не хочет выходить у нас получилось выйти из боя поэтому мы сохранили жизнь и отхиливаемся единственное что мы можем не успеть по времени так как союзник себя ведет очень пассивно да и мы тоже что они там ставят они поставили опять ппт почему ты чекаешь меня странно я вижу только троих четверых до 1 снизу мы конечно можем здесь зайти на это далеко там все входы выхода контролятся есть конечно у меня идея вот один водолазь здесь но он контролит эту точку попробуем его съесть там 2 его если что страхует ой мака вообще ты ты какой-то иди отсюда пожалуйста вот мы съедаем 1 водолаза уничтожаем ппт мак из себя неправильно позиционирует то есть он не смотрит за тем что чекует водолаз мы рассматриваем соберем ловкие плавники и острые плавники следующим мы будем брать я уже забыл как самый первый скилл вот сейчас у нас есть удобной позиции напасть мы хоть никого не убили но мы прошли уничтожили сейчас на выход вот то есть мы в одну дверь улетели водолаза съели это я называю на выход на вылет как угодно также водолаза забиты почему водолаз начал при фаером стрелять я не знаю вы же видели да четко это был при фаер мы берем электроцепция что нам будет давать возможность смотреть сколько водолазов т.п. водолаза мы съедаем опять уничтожаем ппт набили уже тринадцать тысяч следующим раз уж мы не успеваем будем прокачивать уходим 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 ждем ждем нашего мака опять же убиваем объем мы стю и сейчас на сейчас наша задача надо будет прокачать во всех эволюциях зверский гол такое бывает что акула не успевает так слишком долго это нам дает зверский голод без потери стамины до двигаться то есть мы постоянно находимся в движении вот так вот и за счет скорости нет и мы можем попросту успеть всех водолазов перебить водолаза конечно же защищаются неплохо у них осталось всего три водолаза если мака поспешит и грамотно прокачает себя то у нас есть шанс выиграть 1 надкусили это неплохо мака мака плохо себя показывает давайте возьмем твердо твердолобость твердолобку все мы проиграли да или нет нет мы победили на последних щах я бы сказал но мы себя вели очень очень пассивно но было классно на самом деле это вот один из тех случаев которые показывают на что вы как новички можете проиграть по времени но потом нагнать это все за счет того что вы прокачиваете уже более такие скиллы которые не в рекомендованных а уже во всех эволюциях и мало подходит именно для этой акулы но для того чтобы ускориться они необходимы и мы сейчас в данном видео это продемонстрирует очень хорошо то есть мы попросту взяли несколько скилов это твердолобость чтобы наносить больше урон из тюида и взяли там какой-то перк чтобы у нас стамина не заканчивалась там первые 10 секунд дабы быстрее добираться до водолазов и их есть и за счет этого мы победили вот такой вот гайд у меня получился данное видео подошло к концу надеюсь доступным всем все объяснил всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока удачи